Спасибо за приглашение, за эту возможность участвовать в форуме и на этой панели в частности. В первую очередь я хочу сказать, что причина того, что мы все здесь собрались и обсуждаем дедоларизацию, это совсем не новая тема. Уже несколько лет мы об этом говорим и в последний год особенно эта тема получила особо динамичное развитие. Мы ее очень много обсуждаем. Я думаю, что здесь есть три ключевых момента. В первую очередь это ситуация, в которой живет российская экономика, это санкции. Впервые такие меры были применены к такой большой экономике, к стране, которая соединена со всем миром. И это, конечно, активировало такую динамику. Раньше Россия никогда не испытывала таких агрессивных, таких жестких санкций. Венесуэла, на самом деле, так же, как и Куба, Иран, Никарагуа, испытывают на себе действия санкций. И сейчас мы все в одной лодке. Также, в целом, мировая экономика испытывает сложности, поскольку процентные ставки в Соединенных Штатах выросли. И эта ситуация вызвана целой серией ошибок, которые завязаны на долларе. Мы, страны, которые испытывают на себе действия санкций, решили перестать использовать доллар. Отсоединиться от традиционной банковской системы. На самом деле, получается, что сами Соединенные Штаты приняли это решение. Они совершили эту ошибку. И многие аналитики сходятся в этом мнении. А также мы понимаем, что вся эта ситуация вызвала особое быстрое развитие стран BRICS. Очень важно понимать, что эта группа стран, несмотря на то, что их пять, но они составляют около 27% глобального ВВП, 30% мировой территории, 43% мирового населения и 25% прямого иностранного инвестирования. Поэтому решения, которые принимают эти страны, особенно важны. Они фундаментальны. Мы можем говорить о выстраивании новой финансовой архитектуры в мире. Надо видеть настоящие изменения. И страны должны вести активный диалог. Например, наши отношения с Россией. Российские граждане, которые хотели приехать в Венесуэлу, могли использовать свои банковские карточки. И все это было через доллар. Но сейчас, благодаря соглашениям между нашими странами, между нашими банками, россияне могут осуществлять платежи в рублях на территории Венесуэлы. И перевод в локальную валюту происходит напрямую. Мы об этом долго говорили. И мы скоординировали этот процесс. И считаем, что в этом направлении надо продолжать развиваться. Если мы не будем разговаривать, если не будем координировать такие процессы, мы не сможем развиваться, мы не сможем сотрудничать. Все платежные системы тех стран, которые хотят использовать собственную валюту, должны прийти к такому соглашению. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!